Ох уж это страшное слово аренда. Всех приветствую, меня зовут Юлия Куликова. Я являюсь учредителем агентства империи недвижимости в городе Томске, являюсь экспертом по формированию земельных участков, а также лучшим экспертом по выкупу недвижимости с государственных торгов. В этом видео мы с вами поговорим на тему аренды земельных участков, а именно, можно ли покупать аренду земельных участков, как перевести земельный участок в собственности, и что будет, если купить земельный участок, арендованный с торгов. Поехали. Итак, самый главный вопрос, который всех интересует, это что такое аренда земельного участка и можно ли его перевести в собственность. аренда земельного участка, то есть это когда человек, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо арендует земельный участок у государства, да, то есть собственником является государство, муниципальное образование, администрация и так далее, и человек взял и арендовал. Вот арендовать человек может несколькими способами. Это первое, с торгов через сайт торги.гоф.ру, либо по-другому гисторги. И другим способом это без торгов. Когда мы арендуем земельные участки без торгов, то мы можем произвести переуступку права аренды. Земельные участки, арендованные с торгов, напрямую переуступка запрещена, если администрация не даст нам разрешения. Как узнать на первоначальном этапе, когда мы открываем объявление на авито, циане и так далее, земельный участок у нас изначально взят в аренду с торгами или без торгов. Во-первых, нам об этом подскажет цена. То есть цена земельного участка, она напрямую зависит от того, что льготник человек или нет. Если цена аренды в год в городе, к примеру, в Томске, там 100 рублей, 1000, 10 тысяч, даже до 50 тысяч у нас доходит такая цена, все зависит от кадастровой стоимости земельных участков. То есть если цена в городе Томске составляет условно 25 тысяч рублей в год, то это нормальная цена для аренды. То есть это значит, земельный участок взят без торгов. Если цена аренды земельного участка в год составляет 300-400 тысяч, то в этом случае земельный участок взят с торгов. То есть первично, когда мы открываем объявление и мы видим сумму, позвоня продавцу, можно уточнить земельный участок взят с торгов или без торгов. Если земельный участок взят с торгов, то в этом случае попросить ссылку на земельный участок. И можно так ознакомиться с договором и кто является арендатором земельного участка. Если земельный участок взят без торгов, то лучше ознакомиться с договором аренды земельного участка. В договоре аренды земельного участка нам важно понять, разрешена ли переуступка от собственника. То есть, собственник может поставить запрет на переуступку права аренды или субаренды. То есть, мы бы запросили договор, либо приехали, ознакомились с договором, и в договоре не должно быть ограничений по запрету на переуступку аренды. Если запретов нет, то в этом случае мы готовим документы, делаем переуступку, уведомляем об этом администрацию. Если запрет есть, то мы официально пишем заявление, запрос в администрацию с просьбой разрешить переуступку прав и обязанностей. Далее делаем переуступку и уже регистрируем в МФЦ. Как выкупить земельный участок? Очень важный момент. Можно ли перевести земельный участок в собственность? Да, конечно же можно. Для того, чтобы перевести земельный участок в собственность, я сейчас говорю про земельные участки ИЖС, ЛПХ, ведение садоводства, огородничество, ЛПХ на полевых. Кстати, ЛПХ на полевых, огородничество сюда не относится. То есть, только ИЖС, ЛПХ, приусадебный земельный участок и ведение садоводства. То есть, вот эти три категории, которым обязательно нужно строительство. То есть, для того, чтобы перевести земельный участок в собственность, нужно обязательно построить там жилой дом. Жилой дом у нас идет минимум 6 на 6. Он может быть как на сваях, так и на фундаменте. И обязательно там должен быть подключен свет, да, то есть должен быть электричество, должны быть окна, двери. Это не избушка на курьих ножках, это нормальный, хороший капитальный дом. Только после этого вы сможете выкупить. Хотя у нас во многих регионах, к примеру, Московской области, у нас принимают дома минимум 52 квадрата. И если земельный дом у нас на сваях, то его не принимают. Такой дом. То есть, они просят только на фундаменте. То есть, вообще, в принципе, в Московской области в 90% случаях нам дают отказ. Далее мы этот отказ делаем экспертизу, оспарим его в суде. То есть, если мы говорим про маленькие регионы, то здесь, в принципе, никаких проблем не возникает. Небольшой домик, 6х6, брусовой, либо каркасный, утепленный, который подходит для круглогодичного проживания. Мы имеем право выкупить. Какая стоимость у нас выкупная? Многие пишут о том, что стоимость 3% от кадастровой стоимости. Кадастровую стоимость мы смотрим в публичной кадастровой карте, либо в приложении Cadastro.ru. Кадастровая стоимость в каждом, не то чтобы даже регионе, в каждом муниципальном образовании она своя. К примеру, в 2023 году в Томском районе была выкупная цена 100% от кадастровой стоимости. То есть, в 2024 году все земельные участки, которые принадлежат, находятся в собственности Томского района, у них выкупная цена идет 30% от кадастровой стоимости. То есть, понимаете, если земельный участок, кадастровая стоимость была 1 миллион, то в том году мы ее могли выкупить за миллион, в этом году мы ее выкупаем за 300 тысяч. Причем, еще такой очень важный момент, когда вы хотите приобрести земельный участок в аренду, я рекомендую обратиться к специалисту, который вам поможет грамотно и правильно выкупить земельный участок и поможет вам сэкономить. То есть, я этим занимаюсь, я провожу платные консультации и говорю людям, что вам можно сделать вот так, вот так, вот так. То есть, например, вы подходите под программу «Многодетный», вы подходите под программу «Малоимущие», вы подходите под программу, вообще ни под какую программу вы не подходите, давайте просто подождем еще несколько лет на аренде, да, то есть, как только для вас будут ваши комфортные условия, что вы можете выкупить земельный участок, то вы произведете выкуп. Газ вам подведут в любом случае к этому земельному участку, если он будет арендован здесь, в этом ничего такого страшного нет. Поэтому переуступка, аренда земельного участка – это несложно. И, возможно, это единственный способ приобрести земельный участок намного дешевле рынка в вашем регионе. Вы можете сделать это, еще раз скажу, без торгов, если вы являетесь льготной категорией, если вы знаете, как выкупить земельные участки, без торгов, либо через торги на сайте ГИС торги. Инструкция на ссылочку будет она у нас приложена, то есть, как поиск земельных участков. Для того, чтобы перевести в собственность, вам необходимо произвести строение там. Для ИЖС, ЛПХ и назначения ведения садоводства. Кстати, ведение садоводства – это единственный вид разрешенного использования, где можно строить жилой дом и делать прописку, и даже подвести газ. Если вы переведете земельный участок для ведения садоводства в собственность, то вы без проблем сможете перевести земельный участок этот в ИЖС назначение или ЛПХ. Но не все сразу, не вся информация в одном видео. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои вопросы, я с радостью на них отвечу. С вами была я, Юлия Куликова, эксперт по формированию земельных участков и выкупу имуществ торгов. До встречи в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!